Сегодня мы коснемся проблемы инфузионной терапии в аспекте важности расчета объема терапии и каким образом этот параметр эффективно подобрать и насколько важно контролировать этот параметр и какими способами мы можем эту функцию осуществлять Хорошо известно, что основная задача интенсивной терапии в целом будет заключаться в доставке кислорода к тканям и оптимизации ее потребления Если мы внимательно рассмотрим с вами этот рисунок то мы увидим, что по сути доставка кислорода определяется формулой где мы сердечный выброс умножаем на кислородную емкость крови Если мы коснемся сердечного выброса и в частности ударного объема то факторы, которые детерминируют объем, они тоже хорошо известны И одним из этих факторов и будет преднагрузка А преднагрузка это тот объем, который поступает в отделы сердца и в дальнейшем, собственно, кровь распределяется по организму все необходимые субстраты и метаболиты доставляются к тканям а то, что уже, так скажем, организму не нужно все обратно через, путем сердечно-сосудистой системы дыхательной системы и почечной системы и, собственно, поступает вне организма Так вот, обращаю ваше внимание, что сегодня мы сконцентрируемся на именно инфузионной терапии Какие показания инфузионной терапии, их тоже следует оговорить В первую очередь это касается дегидратации любого генеза потому что сама по себе болезнь, а критическое состояние в особенности будет сопровождаться дегидратацией Важным аспектом предоперационной подготовки также является инфузионная терапия Кроме того, интероперационное поддержание водно-электридного гемиостаза является той задачей, которую решает анестезиолог, генематолог и непосредственно интенсивной терапией критических состояний в том числе шок и недостаточности различных органов и систем и будут как раз являться теми показаниями, которые заставят нас выдуматься о целесообразности использования инфузионной терапии Общее количество воды в организме можно рассчитать по такой упрощенной формуле Эта формула очень проста Если мы 0,6 умножим на вес в килограммах мы и получим с вами тот объем воды, который в организме находится Обратите внимание, что эта формула 0,6 умножить на вес она хорошо очень работает как у детей старшего года так и у детей подросткового возраста, так же и у взрослых А вот то, что касается новорожденных детей то, исходя из того, что их организм в большем части будет состоять из воды то цифра, коэффициент, на который мы будем умножать вес, она будет больше Ну, ориентировочно это приблизительно 0,78-0,8 Это работает у детей периода новорожденности и у детей до 6-месячного возраста Несомненно, мы коснемся и такого аспекта, который очень важен понимание того, каким образом вода распределяется между секторами в организме Сейчас немножечко разберем составляющие части водных секторов организма Значит, посмотрим сначала на общее содержание воды Чем меньше новорожденный ребенок, а вы знаете, что в настоящее время выхаживает плодов гистации 24-25 недель тем больше его организм, как мы уже говорили, состоит из воды Например, у такого новорожденного, он может на 90-92% состоять из воды И в дальнейшем, до 1 года, до 12 месяцев, общее содержание воды в организме будет снижаться И будет находиться приблизительно на тех цифрах, которые есть у взрослого человека Это 60-65% от массы тела Но при этом интересный очень аспект Педиатрам он хорошо известен, а вот коллегам взрослым этот механизм не всегда известен В педиатрическом возрасте существуют определенные такие перекресты Они хорошо известны в лабораторной диагностике, в частности, касающихся клеток крови Точно так же происходит и с водными секторами организма Смотрите, параллельно со снижением общей воды организма снижается внеклеточная жидкость Практически эти две кривые, как вы видите, повторяют форму друг друга А вот то, что касается внутриклеточной жидкости, да То здесь, конечно, происходит, наоборот, увеличение внутриклеточной жидкости Следовательно, происходит перераспределение воды между водными секторами Это очень важно знать, планируя инфузионную терапию Потому что нужно придерживаться не только конкретных цифрообъемов, но и качества вводимых растворов То есть тех растворов, которые мы будем с вами использовать с целью инфузии И вот у детей эти особенности тоже должны быть хорошо известны всем практикующим анестезиологам Особенно взрослым, потому что те, кто работает, например, в центральных районах больницах Наши коллеги, они сталкиваются с пациентами различного возраста И они должны понимать, что вот это большее содержание воды в внутриклеточном секторе Будет приводить к тому, что при критических состояниях гиповолемия у детей Будет развиваться в гораздо большем количестве случаев Например, если мы с вами рассмотрим пациента с сепсисом и септическим шоком И если у взрослых это в основном рассматривается как шок патогенетический, дистрибутивный или вазопериферический То у ребенка этот шок септический, он будет помимо того, что в основе патогенеза Будут находиться механизмы периферической вазодилатации Но в том числе и перераспределение воды и содержание в клетках больше Тоже будет играть роль, он будет гиповолемическим И кроме того, этот шок будет еще и кардиогенным Если мы посмотрим на содержание литролита во внутриклеточном и внеклеточном секторе А на самом деле, выбирая раствор инфузионной терапии Мы бы хотели иметь такой раствор, который бы полностью соответствовал этому среднему столбцу Но эти разницы колоссальные, мы ее тоже прекрасно помним И суть заключается в том, что если основным внутриклеточным Основным анионом во внеклеточном секторе жидкости будет натрий То при внутриклеточном это конечно же будет калий Видите какой перекрест по сути здесь Натрия в внутриклеточном секторе будет 3 мм на литр А в плазме будет 140 в среднем мм на литр Но диапазон нам тоже хорошо известен от 135 до 145 мм А что касается калия, то здесь наоборот Те же 140 мм внутри клетки в диапазоне 120-160 И в среднем 4,5 мм во внеклеточном секторе в диапазоне от 3,5 до 5 Но при этом обратите внимание, я не буду детально разбирать здесь каждый Анион и катион, которые нам нужны Но тем не менее, осмоляльность и осмолярность И внутри клеточного и внутри и внеклеточного сектора она будет одинаковая И зачастую мы инфузионную терапию проводим не только для того Чтобы дать дополнительный объем жидкости как раз во внеклеточный сектор А для того, чтобы помочь перелить воду именно из тканей в плазму И для этого достаточно использовать меньшее количество жидкости Но правильно подобрать то содержание электролитов, которое в этой жидкости будет находиться Эта картинка хорошо известна нескольким поколениям анестезиологов-ренематологов Я вот беру ее, так скажем, публикацию в журнале 2009 года И там, скажем, лет 15 ее рассматривали вот в таком вот виде Демонстрируя, что очень важно правильно управлять объемом То, что мы заявили с вами, название этой лекции Потому что нам нужна норма волемия Ибо при гиповолемии увеличивается, существенно увеличивается риск органогипоперфузии Синдрома системной воспалительной реакции сепсиса И что в результате будет в совокупности давать нам мультиорганную недостаточность А при гиповолемии возрастает риск отека, кишечной непроходимости После операционной тошноты и рвоты, если это касается Интероперационного периода Различных осложнений со стороны дыхательной системы, где будет задерживаться вода И, конечно же, это будет приводить еще и к кардиальным осложнениям Вот эта схема настолько популярна и так часто обсуждается Что наши немецкие коллеги вот совершенно недавно опубликовали ее в своем журнале Немножко в другом виде С одной стороны, они еще раз привлекли внимание к этому рисунку И внесли сюда немножечко уже те патогенетические аспекты гиповолемии, гиповолемии Которые обсуждаются в последнее время Если обратить внимание на первого автора, это Матиас Рем Этой публикации, то это как раз один из авторов Который внес очень большой вклад в развитие современной концепции Транскапиллярного обмена жидкости Которая пришла на смену концепции Старлинга Которую мы еще тоже будем говорить Видите, и коллеги включают сюда В том числе тот фактор, что гиповолемии будет приводить к тому Что разрушается гликокаликс И как раз этот механизм, да, они позиционируют Как основной механизм Именно разрушение гликокаликса Нарушение транскапиллярного обмена жидкости И перемещение ее из сосудистого русла в ткань Таким образом, цель основная Которую мы должны с вами всегда ставить Перед началом составления инфузионной программы Она заключается в том, что нам необходимо поддерживать Вот это эквилибриум, которое будет касаться Вот как раз поддержание нормы волемии В максимальной возможной степени Потому что это, по сути, величина постоянная И очень плохо будет, если она будет меняться В ту или иную сторону Собственно, непосредственно Проблема в точном расчете жидкости Она очень широко обсуждалась И остро встала в 50-х годах прошлого века Когда начала активно развиваться онкогематология И начали вводить различные химиопрепараты В результате которых возникали состояния Требующие дополнительного введения жидкости Для того, чтобы убирать метаболиты Возникающие на фоне действия этих препаратов И по сути, все пришло с онкогематологией Опять же, обращаю ваше внимание Что здесь есть 4 принципиально разных подхода Подход, первый расчет Расходы энергии с помощью таблиц и намограмм Предложил его Дароу И известен нам сегодня хорошо Журнале Американской медицинской ассоциации В 50-м еще году Публиковал вот этот подход Мы его немножечко ниже коснемся Кроуфорд и коллеги Они предложили в этом же году Рассчитывать не по намограммам А только по площади поверхности тела В то же время были и другие голоса слышные И голоса эти принадлежали в частности Валачи Который в 53-м году предложил рассчитывать потребность в жидкости Исходя из возраста пациента В данном случае, если вы обратите внимание То и Дароу, и Кроуфорд Они, особенно Дароу, работал со взрослыми пациентами Кроуфорд работал со взрослыми детьми Валачи обращал внимание на детей в большей степени И, конечно же, последователи Да и ученики Валачи В частности, Малкон Холеде и Сигар В 59-м году В очень популярном и высокоретичном журнале В американском педиатрии Опубликовали работу, где дали вариант расчета Потребности в жидкости Исходя из веса Причем, несмотря на то, что Эта работа была опубликована В журнале педиатрии Их вариант расчета до настоящего времени Используется как основной и в Северной Америке И в Европе Для расчета потребностей в жидкости У пациентов, независимо от их возраста Как у взрослых, так и у детей То, что касается расчета потребностей в жидкости По номограммам То, естественно, для того, чтобы Пользоваться этим подходом Нужно определить площадь поверхности тела И использовать для этого номограммы Какие номограммы, собственно, известны Их есть несколько, этих номограмм Но самая распространенная из них Она предполагает расчет Исходя из роста вот этот столбец И из веса Следовательно, если мы проведем определенную линию Которая будет пересекать вес и рост Имеющийся у нас пациента То мы получим ту площадь поверхности тела На которую мы жидкость будем рассчитывать Несомненно, конечно, ограничение Для использования этой номограммы В первую очередь будет касаться наличия ее Не всегда удобно носить с собой Различные дополнительные источники И где содержать дополнительную сравочную информацию Да не всегда есть возможность Даже, вот сейчас COVID показал, например, красную зону Ты, кстати, не зайдешь из телефона Если даже зайдешь, то не сможешь ее воспользоваться Поэтому можно пользоваться Вот так называемой, смотрите, формулой Которая называется формулой Мастелера Если мы знаем рост и вес И разделим это на 3600 Извлечем из этой цифры, которую получим квадратный корень То мы получим эту площадь поверхности тела Естественно, если в ординаторской у нас есть возможность Или, скажем, даже у постели больного Пользоваться различными гаджетами То мы можем иметь специальное программное обеспечение Которое очень широко представлено Например, на сайте DrSoft.ru И пользоваться, видите, передвижением только флажков роста и веса И мы будем получать площадь поверхности тела И уже на полученную площадь поверхности тела Добавляя сюда определенную цифру Характерно имеющуюся возраст И мы получим ту цифру жидкости, которую мы можем вводить Кроме того, есть разные калькуляторы Где только надо подставить, например, тот же вес Потребность в жидкости Мы получим сразу же И потребность в натрии, и калии, и кальций И тоже все это есть доступно Причем коллеги среди наших коллег-анестезиологов-приниматологов Есть очень много людей, которые элементами Таким элементарным программированием владеют сами И они составляют программы На базе каких-то доступных и имеющихся в открытом доступе То, что называется, движков для составления программы Если мы с вами знаем поверхность тела То мы можем, собственно, знать, какая потребность есть И здесь она представлена В жидкости на метр квадратной поверхности тела В среднем эта потребность составляет 1500 мл И умножим поверхность тела на эту цифру И мы получим ту искомую величину потребности в жидкости Которая нужна нашему пациенту Кроме того, такие же расчеты предлагаются Для основных жизненно важных электролитов Каковыми являются натрий и калий Я ссылаюсь на работу Вольгана Хартига На самом деле его книга на русский язык была переведена в 1982 году И долгое время являлась настольной книгой Анестезиологов и ренематологов Поколения наших учителей в том числе Интересна судьба Хартига И она прослеживается где-то до начала 90-х годов Он работал в Лейпцигском медицинском университете Вернее на факультете медицинского лейпцигского университета И занимался вот как раз не только инфузионной терапией Но интеральным и парантеральным питанием Но потом как-то его следы теряются К сожалению, я пытался каким-то образом Последить его дальнейшую судьбу Но она нам остается неизвестной Но опять же то, что касается уже расчета По как раз весу ребенка То, что было предложено хронологически Последним образом Последним вариантом расчета Но мы немножечко сейчас поменяли слайды местами И как раз по возрасту будет следующий слайд Но мы немножко остановимся на вот этой формуле расчета На этом варианте расчета Это хорошо известная формула, которая называется 4-2-1 И сегодня даже в легендарном учебнике Анестезии Миллера Этот вариант расчета потребностей в жидкости Используется как базовый Что предложили Холид и Сега Их работа классическая, которая опубликована была В 1957 году, она известна И очень интересно почитать Они исходили из того, что для метаболизма Одной килокалории Основного обмена Необходим один миллилитр жидкости И они как раз изучали пациентов Различных отделений В частности детской хирургии Но вся проблема заключалась в том, что Вот эти группы исследуемых У них были это дети, которые поступили на плановые операции А на самом деле такой реанимации Как есть сейчас интенсивной терапии И таких пациентов такой тяжести В 1957 году не было И вот они собственно рассчитали точно Что на первые 10 килограмм Нужно жидкости 4 миллилитра на килограмм в час На последующие 20-10 килограмм От 10 до 20 Плюс еще 2 миллилитра на килограмм в час Смотрите, если мы берем ребенка 10 килограмм То следовательно Его физпотребность в жидкости составит Исходя из этой формы 960 миллилитров в сутки Если он весит 20 килограмм То мы добавим еще 488 миллилитров в сутки А если допустим он весит больше То мы должны на каждый килограмм Выше 20 Добавить 1 миллилитр на килограмм Следовательно к 6 Если 4 и 2 суммировать Добавить еще 1 миллилитр на килограмм в час И мы с вами получим очень интересную цифру Мы получим цифру для 70 килограммового человека Что считается идеальной массой тела Потребность в жидкости 37,7 миллилитров на килограмм в сутки Следовательно вот эта потребность в жидкости У взрослого человека 35-40 миллилитров на килограмм в сутки Она остается для нас очень важной и сегодня Таковой она и является. Проблема заключается в том, что если у педиатрических пациентов всегда в истории болезни есть такая строчка, в которой будет место уделено и маленький даже разделчик расчету жидкости, и будет указано из каких принципов мы рассчитывали его потребность жидкости, допустим пишем физпотребность, вес или поверхность тела умножить на ту цифру, которую мы получили, исходя из того, что мы с вами уже обсуждали, то мы собственно эту цифру и будем какую-то иметь. То как-то так сложилось, что в взрослой практике не принято вообще указывать тот объем жидкости, который рассчитывался. И вообще берется абстрактная такая величина 2,5 литра в сутки, 3 литра в сутки, но этот пациент может весить 70 килограмм и может весить 120 килограмм. Сейчас собственно ожирение, это метаболический синдром, проблема очень большая и здесь уже окроются очень большие, так скажем, нюансы, которые будут приводить к тому, что расчет к жидкости у взрослых пациентов, он будет осуществляться очень неточным образом. При том, что конечно, что еще Холидей Сигар предложили? Они предложили заведомо уже готовую потребность в электролитах. На каждые 100 миллилитров рассчитанные по их формулам жидкости, они рекомендовали добавлять 3 миллимоля натрия, 4 миллимоля хлора и 2 миллимоля калия. Но есть, конечно, разные варианты расчета, которые описываются в других источниках, но посмотрим, насколько сильно они отличаются. Но в взрослой практике очень широким распространением или широкий интерес вызывает рекомендации ОХО. Кто хорошо погружен в проблему литературы по интенсивной терапии, то знает монографию, это очень такую тоже легендарную книжку ОХО по интенсивной терапии и критических состояний, которая переиздавалась еще буквально последний раз несколько лет назад. Что рекомендует ОХО? Смотрите, он рекомендует на первые 10 килограмм 100 миллилитров на килограмм, на вторые 50 и на последующие 20. Если рассчитать по формуле ОХО и по формуле Холидей Сигара, то мы получим небольшую разницу. ОХО дает 35 миллилитров на килограмм в час, Холидей Сигар 37,7, как мы говорили. То есть эта погрешность будет очень небольшая в этом аспекте, но в среднем получается, что у взрослого человека до 100-5-110 миллилитров в час. Или вот эти цифры, которые были названы, это миллилитров на килограмм в час. Это тоже очень полезно, потому что мы самую инфузию проводим постоянно. И чтобы оценить ее эффективность, сколько мы ввели и сколько мы получили, то мы можем уже в течение часа провести оценку по имени динамических критерий, которые у нас будут такими целевыми ориентирами. Посмотреть, какой объем мы дали и какой объем мы получили, исходя из того, что мы хотели бы всегда получить 70% той цифры, которую мы назначили и которую мы ввели. При том, что, конечно, формула Холида и Сигара и вариант этот расчет подвергнут немножко критике в последние годы, потому что, когда стало возможно посчитать реальный метаболизм у детей в критическом состоянии, то было показано, что он не тот, который был рассчитан по Холида и Сигару, он немножко меньше. Следовательно, можно меньше объема жидкости давать. Ну и справедливости ради мы вспомним учителя Холида и Сигара, а в частности самого Волача, который вообще простой вариант расчета, который вот на догоспитальном этапе и вообще для такого быстрого расчета, наверное, является доминирующим. Коллеги, обратите внимание, да, физпотребность жидкости равна 100 минус утройный возраст в годах. Ну, собственно, у детей ее применять можно, да, вот ребенку, допустим, пятилетнему, 3 на 5, 15, 100 минус 15, 85 миллилитров на килограмм в сутки. Если ребенок в 5 лет весит 20 килограмм, то это 1700, да, 85 умножить на 20 приблизительно, это 1700 миллилитров в сутки. Это базовая физиологическая потребность. Долгие годы в Советском Союзе пользовались вот этими ориентировочными среднесуточными потребностями в жидкости, и мне приходится очень много бывать в командировках в различных медицинских организациях страны, посещать отделения реанимации в медицинских организациях 2-го, 3-го уровня, да, и я вижу, что у многих эта табличка лежит под стеклом, и она тоже дает хороший ориентир, например, то, что касается и детей, и взрослых, да, цифра 35-40 здесь тоже стоит. И если следовать даже этим таблицам, то уже, собственно, ты не ошибешься в этом плане. Но это не касается новорожденных детей, да, новорожденные дети, это особая категория детей, как мы с вами уже определили, потому что у них и жидкости больше, и особенно, если учитывать первые 7 дней жизни, потому что ребенок переходит из фазы водной в фазу воздушную, происходит адаптация, идут большие потери воды, что мы тоже с вами уже графически эту ситуацию отслеживали. Поэтому у детей первого месяца жизни потребность в жидкости этот объем, но совершенно другой, во-первых, этой жидкости будет больше. Здесь вот цифры представлены, видите, потребность в зависимости будет от массы тела ребенка при рождении. Чем масса тела меньше, вот меньше 1000 грамм, это 90-140 мл на килограмм, а больше 2 килограмм, это уже 60-80 мл на килограмм, это первые 3-5 дней жизни. Дальше от 5 дней до 14, эта потребность будет другая, а дальше тоже она уже от 14 до 28, она будет возрастать и к концу, скажем, периода новорожденности она составит в среднем 150-180 мл на килограмм. Мы не касаемся здесь специальных, таких, но за специфических нюансов, которые будут связаны в первую очередь с той патологией, которая не будет позволять жидкости, так скажем, метаболизироваться в должных объемах, а будет способствовать тому, что жидкость будет задерживаться в организме. В частности, это касается в первую очередь сердечной недостаточности, и для детей с сердечной недостаточностью, да, сегодня таких детей много вступает, и в стационаре третьего уровня, и в периодонтальных центрах они находятся, они оперируются, видите, если у нормального новорожденного после 7 дней жизни их есть потребность 140, то у ребенка с сердечной недостаточностью она уже будет 100. И, собственно, на эти цифры надо ориентироваться, здесь представлены еще дети других возрастных групп, и здесь эти позиции указаны точно так же у взрослых. Несомненно, конечно, дать объем определенный, это, конечно, решить важную задачу, мы теперь понимаем с вами прекрасно и всегда знали и ориентируемся на те электролиты, которые мы имеем реально, оценивая лабораторный статус нашего пациента, да, и понимаем дотацию каких электролитов или ограничений каких электролитов мы будем с вами осуществлять, и мы электролитный состав растворов, которые мы используем, всегда изучаем, рассматривая этикетку на флаконе той жидкости, которую мы планируем с вами вводить пациенту, коллеги, но я хотел бы обратить внимание и на те нормы, вот здесь видите, такая сводная таблица по данным разных авторов, в зависимости от возраста ребенка, и здесь представлены взрослые пациенты, представлена физиологическая потребность в электролитах, да, и обратите внимание, есть разница колоссальная, даже, например, у ребенка от 1 до 8 лет это 2-3 мм натрия на килограмм в сутки, у взрослого это 0-3 максимум 1 мм литр килограмм в сутки, точно так же и с калием, чем меньше пациент, тем больше потребность калия у него будет, но мы знаем состояние, когда будут требоваться удвоение дозы калия, особенно на начальных этапах, и когда есть необходимость в ограничении калия, да, собственно все состояния, которые приводят к задержке калия в организме, они будут требовать, так скажем, его ограничения, в том числе и почечная недостаточность будет требовать очень осторожной дотации калия, которую мы с вами будем использовать. Если мы с вами уже знаем, каким образом рассчитать объем, то нам этот объем надо еще как-то понимать, как он распределяется, потому что мы все время говорили с вами о физиологической некой потребности. Это тоже условное название, которое представляет собой тот необходимый объем жидкости, который нужен организму для того, чтобы, собственно, усуществлять обмен веществ. Но пациент нам поступает не здоровым, а его состояние критическое будет способствовать тому, что дефицит жидкости будет, так скажем, иметь место. Чем этот дефицит жидкости может обусловить? В первую очередь потерями жидкости. Каким образом они теряются? Они теряются с перспирацией увеличенной, да, то есть любая температура будет увеличивать частоту дыхания, да, любые. А у наворченных детей я не касаюсь, тут есть свои проблемы, потому что они очень быстро теряют тепло. Но потери из верхних отделов желудочно-кишечного тракта в виде рвота, из нижних отделов в виде диареи, это как раз будет то состояние, да, которое будет требовать контроля и дотации. И мы должны рассчитать этот дефицит жидкости, да, и датировать его, причем это делается не одномоментно, а осуществляется в зависимости от объема дефицита жидкости в определенном временном промежутке, да, как минимум нужно 24, иногда 48 часов для того, чтобы этот дефицит восполнить. Кроме того, еще есть различные патологические потери, да, какие это потери? Это потери, которые осуществляются по различным дренажам, трубкам и прочим, так скажем, таким искусственным различным девайсам, которые мы используем в интенсивной терапии нашего пациента. Самый такой упрощенный вариант, который рекомендуется использовать в понимании того, в какими режимами терапии будем с вами пользоваться, это тоже условно, если у нас есть состояние с сопровождающейся необходимостью дотации физиологической потребности, такое состояние есть всегда. Да, и патология приводит к исходному дефициту на фоне гиповолимидной гидротации, патологические потери мы восполняем, тот режим называется режим норма гидротации, да. И вот рассчитываем самым простым образом, добавляем эти дефициты и получаем тот объем, который необходим в сутки. Потому что если мы берем с вами состояние гипергидротации, да, то есть это состояние, которое, грубо говоря, сопровождается необходимостью использовать так называемый форсированный диурет без диуретиков, когда мы хотим увеличить объем жидкости, введенной для того, чтобы получить больше диурет, для того, чтобы ряд метаболитов с этим диуретом получить обратно от пациента. Это будет называться режимом гипергидротации, и у детей всегда были большие сложности, потому что возраст носил, собственно, определенные коррективы для того, чтобы каким-то образом стандартизовать эту цифру. Еще большим количеством и экспериментальных, и клинических исследований было показано, что если мы берем физпотребность и добавляем туда еще жидкость в объеме одного диурета, 170% физпотребности, то это будет гипергидротационный режим. Следовательно, и у взрослых, и у детей объемы жидкости, если нет противопоказаний, да, и нам нужна вот эта, так скажем, форсированный диурет без диуретика, условно так называемый, то мы можем использовать этот объем. То, что касается режимов дегидратации, жесткого ограничения жидкости, то сегодня показаний к ним все меньше и меньше к этим режимам, просто сам взгляд на объем жидкости, который необходим пациенту, поменялся, мы потихонечку к этому подбираемся, то есть ограничения, которые связаны с необходимостью покрытия экстравенальных потерь, это 25% физиологической потребности, которую мы с вами рассчитали. А теперь смотрите, если мы возьмем в совокупности все варианты расчета, доступные нам, да, то мы видим очень большую разницу, да, например, если мы возьмем цифру 1400-900, то мы видим, используя разные варианты расчета, мы можем иметь погрешность в 30%. И, собственно, зачем я обращаю внимание на эту составляющую? Только лишь для того, чтобы наши коллеги, которые занимаются еще или на них возложены административные функции, чтобы они отслеживали ситуацию, чтобы в отделении или в медицинской организации все специалисты пользовались одним и тем же вариантом расчета. Особенно это важно сейчас, очень большая миграция специалистов идет, коллеги перемещаются из региона в регион, и очень часто мы слышим, что существуют какие-то школы, в каждом регионе своя, и у них было принято так. Такого ничего быть не может, а вот эти вещи пока еще серьезно не стандартизированы, будут клинические рекомендации, это будет закон, но тем не менее, представьте, сегодня дежурит коллега, который использовал один вариант расчета, назначил максимальный объем, завтра пришел другой коллега, назначил другой вариант расчета, да, и что мы будем иметь определенную чеху. То, что, собственно, проблема гипергидратации и использование вот этих вариантов расчета, это не так все просто, не так все хорошо, было известно давно, но об этом говорили эпизодически. Если смотреть в историческом контексте, то в 92 году была опубликована в легендарном журнале British Medical Journal, вы видите, статья, которая показала, гипонатриемия и смерть, да, по сути, являются факторами, которые у здоровых детей приводят к церебральным повреждениям. Детей было немного, 16 соматически здоровых детей, оперировались в полном порядке, у них возникла тяжелая гипонатриемия, отек мозга, в результате была смерть или тяжелый психо-неврологический дефицит. И вот она заберет тревогу, что, собственно, если считать жидкость по Холидей сигару и потом давать то количество натрия, которое там было рекомендовано, то и, собственно, Холидей сигар предложили еще свой раствор, такой, который был гипонатриемическим раствором. Да, это и приводило к этой гипонатриемии, которая возникала. Ну и уже, собственно, дальше пошли такие исследования, смотрите, вот 10-й год, наверное, знаковым, да, когда автор работы назвал ее переоперационной кристаллоидной каллоидной жидкостной терапии у детей, где мы находимся, как мы сюда попали, показали, что все-таки немножечко, таким образом, рассчитанные объемы требуют более такого детального анализа, потому что, если брать, на самом деле, реальный, который ниже предстален метаболизм, и то, что было рассчитано Холидей сигаром, то этот обмен веществ меньше, калорий меньше, и воды, следовательно, требуется меньше, да. Более того, были сделаны выводы, что это базовая инфузионная терапия, она, по сути, требует пересмотра, особенно если она выполняется, эта терапия еще и растворами, которые, по сути, свои гипотерапии, гипонатриемичные, а гипонатриемичные будут и все растворы глюкозы, да, которые здесь представлены ниже, да, различные варианты декстрозы. И, смотрите, самое интересное, в 2007 году, ровно через 50 лет после того, как было опубликовано 4, 2 и 1, хотя вы будете видеть эту рекомендацию, еще раз говорил учебник Миллера, но там детально эта проблема не так детально обсуждается, как мы с вами ее разбираем. Сам Малком Холидей, да, посыпает голову пеплом и говорит, что все-таки, да, немножечко надо чуть-чуть по-другому отнестись к тем растворам, которые будут использоваться для восполнения жидкости и использовать то, что мы сейчас называем, да, сбалансированные растворы. Потому что, видите, что он говорит? Он говорит о том, что инфузионная терапия интероперационная должна быть рациональной, мониторируемой, рационально правильной комбинацией кристаллоидов и коллоидов, и следует отказаться от применения гипотоничных растворов. Более того, буквально же параллельно в эти годы наносится такой достаточно сокрушительный идеологический удар по теории Старлинга, на который, собственно, мы были воспитаны. Мы считали, что в начальном конце капилляра, как в начальном году Старлинг, происходит фильтрация жидкости, а в конечном конце капилляра происходит абсорбция, потому что есть некая разность давлений. Вот коллеги, которые померили это давление в начальном конце капилляра и в стальном конце капилляра, они этой разницы не получили. И начали использовать достижения, которые были тому времени известны, потому что с 70-х годов было понятно, в прошлом веке, что такое гликокаликс. Было показано, что гликокаликс играет существенную роль в транскапиллярном обмене жидкости и посмотреть, что происходит. Если мы с вами используем гиперволимические, то есть большие объемы жидкости, то это приводит к тому, что сама по себе гиперволимия, пурпурный цвет, это жидкость, которая задерживается в организме. Если мы рассчитываем жидкость таким образом, что мы вводим ее много, то есть возникает жидкостная перегрузка, мы сейчас этого коснемся, то эта жидкость будет выходить за пределы сосуда. Сколько у нее остается при нормеволимии, пурпурный цвет, сколько у нее остается при гиперволимии, очень мало. Более того, мы всегда ориентирулись на так называемое третье водное пространство. Опять же, группа авторов, в данном случае первым уже является Маттиас Джакль, тот же Рэм, о котором мы с вами уже говорили, да, и Данил Чапль, кстати, он приезжал несколько лет назад в Санкт-Петербург, ну, может, это уже несколько лет, 7-8, очень интересную лекцию по инфузе читал, да. Они подвергли ревизии концепции так называемого третьего пространства, то есть пространства, где жидкость аккумулируется. Не все так однозначно, очень, конечно, сложно характеризовать, есть третье пространство или нет третьего пространства, когда, да, при аппаратомии мы видим жидкость, которая там аккумулировалась, и ясно, что она не находится в сосудистом русле, но они, измерив реальную жидкость в разных секторах, показали, что третьего пространства нет. И, конечно, очень хотелось бы найти первоисточники, откуда третье пространство вообще прошло. Смотрите, работа 1961 года, аналог хирургии, окстреизменения в неклеточной жидкости, ассоциированные с большими хирургическими процедурами. Здесь представлена очень небольшая группа пациентов, 13 человек, и представлена контрольная группа 5 человек. На основании вот этого исследования очень небольшого, да, видите, очень интересно, анестезия им проводилась еще, оксидозотоциклопропаном, закисозотоциклопропаном, да, пентонал, 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 то есть барбитураты, эфир, циклопропан, пентонал, да, вот это, вот этих пациентов, собственно, это было показано, и почти полвека это концепт существовало. Сейчас не очень осторожное соотношение, это привело к тому, что, смотрите, если бы раньше назначали традиционный либеральный объем жидкости, физпотребность, плюс объем наголодания, если это была операция, да, или дегидратация, если это был соматический больной, мы всегда включали потерю на третье пространство, особенно при перитоните, то сегодня уже это не рекомендуется, да, то есть потеря на третье пространство в результате этих работ, она была и убрана. Более того, мы знаем с вами, да, прекрасно, благодаря вот рекомендациям британских коллег, которые нам точные электролитные жидкости, есть жидкость, мы измеряем объем сами, но мы знаем даже, какое количество в той жидкости будет электролитов, в зависимости от того, из какого отдела мы жидкость имеем, из верхних отделов, да, допустим, это жидкость из нижних отделов, это жидкость различных дренажей, из том, которую мы, пациенты, можем это датировать, это взвешиваем. Но очень важным является и то, что продолжение этих действий, да, исследуя 3000 африканских пациентов, наши американские коллеги очень интересную работу опубликовали в своем журнале, в New England Journal of Medicine, да, где показали, что жидкость, сведенная болюсом, независимо от того, что это, альбумин или, например, физраствор, она приводит к тому, что смертность на 25% выше по сравнению с теми группами, где жидкость сводилась медленно. Да, точно так же и через 4 недели, а не только через 48 часов, что заставило пересматривать, собственно, все тренды инфузионной терапии, которые мы имеем в настоящее время. И дальше продолжается серия работ, которые демонстрируют, что жидкостная перегрузка, ассоциированная с плохой оксигенацией и смертностью у детей. С чем это связано, да, потому что коллеги, в частности, Айс Арикан, это тоже одна из классических работ, он показал, что этой жидкостью будет задерживаться в том числе волеволокапиллярная мембрана и будет требовать жестких параметров вентиляции, которые будут ухудшать исходы. И буквально после этой работы, через год, авторы работы по африканским детям вернулись, проанализировали, почему, собственно, Борис приводил к таким потерям, такой смертности, почему он ее увеличил. Как вы видите, да, здесь по сути 60, это дети от 60 до 12 лет, группа очень большая, почти 3200 человек, да, нозология такая же приблизительно, как у нас, помимо пневмонии, анемии, мингит, энцефалита, здесь была еще, конечно, малярия, которая нам не свойственна и лихорадка Денге, но тем не менее, авторы, еще раз детально проанализировав, разбивая этих больных уже в три такие большие патогенетические группы тяжелого шока, ацидоза, неврологического расстроя, дефицита и респираторных проблем, они не показали различий, в зависимости от того, какой синдром был первичным, они показали, что гипоксимия, меньше 92% сатурации, будет играть роль в смертности, да, и, конечно, когда была комбинация трех синдромов, то смертность была выше. Но, тем не менее, тесты не будоражило долго еще у мэр практикующих интенсивистов, и, да, верно, точка была поставлена в 2019 году, когда уже другая группа авторов, получив базу данных от коллег, которые исходно эту базу собирали, они, собственно, предложили очень простые индексы, респираторные, кардиоваскулярные, неврологические, да, для, все-таки, попытки оценить, а какая из систем была вовлечена в патологический прораз в большей степени, все-таки показали, что в патогенезе играло роль сочетание неблагоприятных воздействий разведением на концентрацию гемоглобина, что приводило к оцидозу дыхательно-неврологической дисфункции, которые были обусловлены болюсами, независимо от того, что это были болюс альбамина или физраствора, да, и эти изменения не могли, собственно, быть компенсированы теми компенсаторными механизмами, которые существуют в норме, это приводило к увеличению смертности. Кроме того, еще одним аспектом очень интересным является, так называемое, непреднамеренное увеличение объема жидкости, когда мы не учитываем те объемы, которые мы используем для разведения лекарств, например, да, вот это непреднамеренное увеличение объема жидкости, наиболее значимым количеством отношений объема жидкости, например, в педиатрической реанимации, да, его надо учитывать, хотя мы сейчас увидим, что у взрослых это тоже играет роль. Вот как раз эти причины послужили основанием для того, что были внесены протоколы, изменения протоколы, касающиеся, протоколы по лечению, например, сепсии, септического шока, касающиеся как раз жидкостной дотации, да, что здесь важно, да, если гипотония отсутствует, то жидкость вообще не рекомендуют водить, а если есть гипотония, то жидкости рекомендуют теперь водить болюсами маленькими, 10-20 мл на килограмм, максимум 40 мл на килограмм, а было 20 мл на килограмм, 3 болюса 60 мл на килограмм. И все зависит от того, есть ли реанимация или нет реанимации. Если реанимация есть, то жидкость так можно водить болюсами, если ее нет, то лучше не водить. Кроме того, конечно, очень важным является и факт вот так называемой жидкостной перегрузки, о которой мы уже с вами говорили, да. Давайте мы с вами тоже рассмотрим уже такие работы последних лет, да, вот одно из очень интересных исследований, в котором это систематический ревью и метаанализ, как видите, 44 исследования, более чем 7,5 тысячи детей, да. Ну, здесь дана характеристика этих исследований, я на ней детально останавливаться не буду, вы всегда можете, я ссылочки всегда даю на работы, которые обсуждаю, да, потому что для того, чтобы детально разбираться в проблеме, несомненно, нужно эти работы поднимать и тщательно тоже их изучать, это очень поможет в работе. Как авторы оценивали перегрузку жидкости? Смотрите, формула известная, та формула, которую мы не используем. Мы смотрим гидробаланс и в детских и возрастных отделениях оценим просто получил, выделил, а здесь смотрите, то, что получил в литрах, да, минус то, что выделил и на вес при поступлении умножить на 100. Процент изменения веса, текущий вес при поступлении, на вес при поступлении умножить на 100. Здесь использовалось 4 различных показателя жидкости в этом метаанализе, да, оценивался кумулятивный или пиковый процент перегрузки жидкости, оценивался кумулятивный или пиковый процент изменения веса, чистый баланс жидкости по отношению к весу, но опять же не по отношению получил, выделил, а по отношению к весу. И кроме того, общий баланс жидкости по отношению к поверхности тела тоже оценивался, да. Какие результаты были очень интересные получены? Смотрите, неважно каким из тех вариантов, которые были перечислены, определялась перегрузка жидкостью, но эта перегрузка была связана с повышенной внутрибольничной смертностью. Выжившие дети имели более низкий процент перегрузки жидкостью по сравнению с теми, кто умер. Кроме того, увеличение вероятности смертности на 6% на каждый процент увеличения процентной перегрузки жидкости. Следовательно, было 8%, стало 9%, 9% на 6% в этой группе пациентов умирало больше. И кроме того, перегрузка жидкостью связана с повышенным риском длительной вентиляции, кроме того, острого почечного повреждения. Отношение шансов, там где была перегрузка жидкостью, иметь острое повреждение почек в 2,5 раза почти больше в этой группе по сравнению с теми, с той группой, где не было этих исследований. Кроме того, интересно посмотреть процент перегрузки. Вот какой объем будет играть роль. Естественно, надо этой цифрой больше. В работе упоминаемая река, на этот процент был 15% от тех расчетов, которые бы мы с вами провели. Здесь тоже очень интересное исследование. 203 пациента, как вы видите, которые попадали в детские отделения реанимации длительностью более 48 часов, были 3 группы. Первая группа менее чем 5%, вторая группа 5-10% перегрузка жидкостью рассчитана по тем формулам, которые мы с вами только что рассмотрели. А здесь более чем 10%. Какие результаты были? Тоже очень интересно посмотреть, потому что здесь вот все эти 3 группы представлены. Между ними есть определенные различия по их тяжести, состоянию оцененному по шкалам различных смертностей и по тем системам, которые были в очной процесс. Есть разница, видите, по дням респираторной поддержки, это естественно, по длительностью пребывания в стационаре, по повреждению почек. Но что нам самое интересное, смотрите, что авторы определили. Используя вот эту кривые Каплана Мэйера, они показали совершенно точно, здесь указали, что по их массиву, достаточно большому, 200-300 человек, а вот у них точка отсечения находилась на уровне 7%. Все, кто имел меньше 7% перегрузки жидкости, у них исходы и смертность была маленькая. Все, кто имел больше 7%, у них исходы были плохие и смертность была большая. А давайте посмотрим, что происходит со взрослыми пациентами. Пожалуй, это одно из таких очень больших исследований, в которое в результате, скажем, тщательного отбора вошло 986 взрослых пациентов. Как видите, наши китайские коллеги представляют эту работу, называют ее ассоциацией между жидкостным балансом, вернее, траекторией. Какая она, эта траектория жидкостного баланса? И с исходом у пациентов с септическим шоком, они дают три траектории пониженного жидкостного баланса, такого с ограничением, вы сейчас увидите, в чем ограничение, да, низкого баланса и высокого жидкостного баланса. Тоже очень интересно посмотреть, что жидкостная перегрузка в процентах в этих группах была разная, соответственно, где был низкий, она была 10, где был высокий, где 10% имели эту перегрузку, а где высокий, 96% имели перегрузку жидкостью, да. Они немножко по-другому рассчитывали жидкостный баланс, да, как здесь описано, они выведенную жидкость считали, все, что получено, перооз, внутривенно, жидкость, которая была во время реанимации, то есть во время волимического восстановления вот этого состояния септического шока. И препараты крови сюда тоже включались, и следующее, лекарственные инфузии, да, и полученная, и введенная жидкость, и жидкость, которая получена от пациента, то есть выделенная жидкость, это диурез, дренажи, и в том числе ультрафильтрационная жидкость, потому что часть пациентов находились на почечной заместительной терапии, оценили желудочно-кишечные потери. Не ощутимые потери они не учитывали, связывают это с трудностью оценки, это правильно, а жидкостную перегрузку определяли, смотрите, как совокупный жидкостный баланс в литрах, который составлял 10% от исходной массы тела. И вот крайне интересный график, вот эта группа синяя, эта группа с ограниченной жидкостью, смотрите, жидкостный баланс в первый день был высокий, он составлял там 88 мл на килограмм, но он сразу резко падал в течение ко второму дню и даже уходил в третий день в отрицательный жидкостный баланс, видите, то есть если здесь вот мы проводим уровень нуля, то он становился очень маленьким, они ограничили жидкость. В группе низкой жидкостного баланса и в группе высокого жидкостного баланса, видите, разница тоже есть колоссальная, в метрах на килограмм, но тем не менее, да, в группе низкого баланса периодически на уровень нуля гидробаланс нулевой достигался, а в группе высокого жидкого баланса этот баланс нулевой вообще не достигался, пациент все время находился в перегрузке. И давайте посмотрим на исходы. Смотрите, госпитальная смертность 46% умерла в группе низкого и в группе среднего, в группе высокого 82%. Органная дисфункция, она тоже пребывала в группе высокого жидкостного баланса. Почечные повреждения 82,7% в группе высокого баланса и дыхательные нарушения, которые были как осложнение жидкостной перегрузки 58% пациентов. Все это приводило к удлинению к госпитализации, удлинению к пребыванию веков. Несомненно, авторы делают вывод, что септический шок надо оценивать в том числе по латентным территориям жидкостного баланса, которые будут определять, конечно, исходы. И вот, собственно, находясь под таким вот, наверное, шквалом исследований, которые начались с конца первого десятилетия прошлого века, была предложена концепция, которая известна как концепция Роуз, вводить жидкость в не одинаковом объеме все дни пребывания пациента в реанимации. А каким-то образом, как вы видите, что делать с этой жидкостью? Стадийную вводить. В фазу реанимации жидкость будет вводиться в большем объеме, в поддерживающую фазу и восстановление жидкость вводится в меньшем объеме. И добиваться также требует некой фазы деэскалации. Фаза деэскалации, когда жидкость нужно забирать, с этой целью предлагается старая схема комбинации фуросемида и альбумина. Они действительно были в 80-х годах. Здесь немножко дозировки учтены в результате тех мета-анализов, которые здесь представлены. Вот эта большая часть работы посвящена взрослым пациентам. Здесь рекомендуется доза, например, фуросемида 60 мг, 200 мл, 20% альбумина. Здесь 160 мг и 100 мл и так далее. Тоже интересно посмотреть. У детей фуросемид 1-2 мг на кг, альбумин 1 г на кг для того, чтобы избежать этих позиций. Ну и, коллеги, конечно, то, что касается какими растворами работ. Несомненно, конечно, в первую очередь мы обращаем внимание на растворы, сбалансированные по электролитам и компонентам резервной щелочности, потому что хорошо известно, что, собственно, физраствор будет продуцировать метаболический гиперхлоримический ацидоз. Поэтому, всегда рассматривая вот эту табличку, связанную с содержанием электролита в основных растворах, их осмолярностью и каким образом достигаются, какие донаторы резервной щелочности используются, то, обращаю ваше внимание, что, конечно, есть растворы, которые обладают еще такой возможностью, как, по сути, смягчить или сдемпфировать некий такой, собственно, влияние супероксидов кислорода и влияние тканевой гипоксии. Это растворы, содержащие сукцинат, в первую очередь у нас есть много публикаций на тему использования сукцината при критических состояниях у детей, и в основном мы работали в этом плане с растворами, содержащими сукцинат, в первую очередь, и в основном, конечно, это был раствор реамберина, который сбалансирован, является сбалансированным кристаллоидным раствором, назначается у детей с одного года жизни, оффлэйбл его используют, в том числе и у навороженных детей, да, есть очень много исследований, в том числе наши работы, которые показывают эффективность. Коллеги, завершая, на что хотел бы я обратить внимание, да, не только дети, но и взрослые предположены к водно-электридному дисбалансу, особенно в период заболеваний, острых и критических состояний, да, но риски, которые возникают при инфузионной терапии, они обусловлены перегрузкой жидкости натриевым дисбалансом, что будет, по сути, усугублять полиорганную недостаточность, поэтому, назначая инфузионную терапию, мы с вами, в первую очередь, ориентируемся на то, что жидкость это такие же лекарства, которые мы используем, да, не важно, кто у нас, какой пациент, ребенок или взрослый, следовательно, к ним есть показания, к ним есть противопоказания и есть потенциальные различные побочные эффекты, которые мы должны учитывать. Помимо объема, которого мы сегодня очень внимания много посетили, да, жидкости, важна и тип этой жидкости, которую мы будем вводить, продолжительность инфузионной терапии, и соблюдение фазности инфузионной терапии, да, и самое важное тоже понять момент, когда нужно начинать проводить деэскалацию жидкости, а не только фармакологическими средствами комбинации мочегонных и алюмина, но и использовать почечную заместительную терапию. И, конечно, эффективность будет определяться тем контролем, который мы будем проводить, помимо контроля антропометрического, будет большую роль играть клинический контроль коллеги, да, с расчетом различных индексов, и лабораторный контроль, который должен проводиться в 6-часовые промежутки, и мало того, что он должен проводиться, каждые 6 часов, он должен сопровождаться, этот контроль с записью истории болезни, где будут результаты лабораторного мониторинга представлены, и будет дана этим результатам оценка, и если оценка потребуется изменение тактики инфузионной терапии, то эта тактика инфузионной терапии должна быть изменена. Спасибо, глубоко уважаемые коллеги за внимание. Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги. Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги.